Всем добро, с вами я из Страсти Упро. Сегодня мы со шпионкой покажем довольно-таки интересную карту Minecraft Edition версии 1.16+. Это карта в стиле выживания с элементами PvP. Достаточно интересная карта, подкачала я ее для того, чтобы сыграть с шпионкой, но она мне очень понравилась и поэтому я хочу вам сегодня ее показать. И помчались вперед, но много разговоров мало дела, но и при закачивании данной карты оказываемся вот в таком довольно-таки интересном месте, где много всего интересного. А самое главное, что здесь есть магазин, где можно приобрести определенные ресурсы, но чтобы приобрести эти ресурсы, конечно же, нужно заработать деньги. Ну а деньги-то можно здесь заработать, хоть и сложновато это все происходит. Вот такой вот магазинчик и достаточно огромное количество вещей, которые здесь можно приобрести. Но мы со шпионкой сегодня пришли в этот магазин для того, чтобы для себя купить, конечно, мобов, а именно волков, которые будут нас защищать именно вот в режиме выживания. На данной карте заработали мы здесь достаточно огромное количество денег и вот таким образом довольно-таки легко приобретаются здесь вот такие вот мобы. Все, приобрели мы мобов, помчались вперед и можно здесь, конечно же, взять китстарт, но китстарт самый обычный. Это будет меч, конечно же, вот такой вот шлем, ну и ягоды. Ну, тоже довольно-таки неплохо, то есть с таким первоначальным набором, но вполне можно поиграть. Все, помчались вперед и я нажму на эту кнопочку и оказываемся мы вот в таком городе. Да, здесь меня встречает сразу зомби, такой радиоактивный город. Здесь произошел взрыв радиации и все жители превратились вот в таких вот зомби, а также в скелетов. Довольно-таки такой страшный город и нужно здесь одержать ухо востро. Но по максимуму нужно походить по таким разрушенным домам и собрать определенные ресурсы. Собрать еду, может быть, здесь будет топовая броня, топовое оружие, ну и тому подобное. Да, мешает, а мне вот эти вот мобы придется с ними, конечно, сразиться, но неплохо, что есть хотя бы вот такой вот первоначальный набор. Пускай это деревянный меч, но тем не менее с этим мечом-то можно топово посражаться. Все, создала я волка, его приручила и теперь он будет меня защищать именно в этом городе, но вот такой друг-то, конечно, необходим. Помчались сюда, здесь ничего такого нету, но внизу я видела деревянный такой ящик, а в нем находят определенные ресурсы. Еда, ухо, она как важна, конечно, здесь в режиме выживания. Придется огромное количество раз здесь сражаться с мобами, поскольку нужно зарабатывать деньги, а именно из этих мобов и вот сыпятся-то вот эти вот монеты. Но пока я не готова еще сразиться, поскольку у меня недостаточно топового оружия, у меня абсолютно нет брони. Нужно вот так походить по городу и пособирать, пособирать вот по этим ящичкам. Вот такие вот монеты здесь мне встретились, конечно же, я соберу эти монеты. А в дальнейшем я покажу, как эти монеты можно перерабатывать. Достаточно интересно играть она данной карте, ну а суть-то состоит еще в том, что если игрока убивает вот этот тут злобный моб, то, соответственно, все вещи пропадают. Да-да, пропадают все вещи. Очень даже вот так как-то и обидно становится, когда все вещи пропадают. Но игровые, игровые вот эти монеты, их можно преобразовать в игровую валюту. Да, шпионку там убили и все вещи-то она потеряла. Вот ей, конечно, будет досадно. В дальнейшем я, конечно, вам покажу, как эти монеты можно преобразовать в игровую валюту. Да, здесь какой-то моб отстреливает нас. Ну, а собака-то моя, конечно же, со мной. Я так думаю, что она меня сейчас защитит, но я по-быстренькому сейчас заберу здесь еду. Все, а вот с таким мобом топово сражается мой волк, но достаточно неплохо-неплохо, что я приобрела такого моба. Все, помчалась я вперед, поскольку силы-то у меня неравные. С таким мечом, ну, не особо-то, конечно, я сражусь. Здесь есть такое огромное здание, и это здание, скорее всего, напоминает склад оружия. Военный какой-то склад, но не знаю, как это назвать, но очень-очень огромное здание. И сейчас помчимся в это здание, поскольку именно в этом здании можно найти топовое оружие. Можно также найти в деревянных ящиках какую-либо броню, еду, также собрать денег, ну и тому подобное. Ну и самая главная задача, это, конечно, сражаться с мобами, поскольку именно из этих мобов-то и получаются вот такие вот монеты. Да, у меня на глазах обновился этот ящик, через какой-то промежуток времени происходит обновление этих ящичков. Если вы этот ящик опустошаете, то есть через некоторое время подойдете к этому ящичку, этот ящичек наполнится определенными ресурсами. Все, у меня вот такой вот железный меч, но довольно-таки неплохо пришла шпионка. И пришла шпионка со своим волком, но неплохой у них такой тандемчик. Здесь ничего нету, Даш, пойдем отсюда, никого здесь нету. Атака мобов пока еще не началась, и пока не началась атака, нам нужно по максимуму здесь все обойти, по максимуму собрать ресов. Что-то я здесь немножко запуталась, и не могу я найти никак выход. Вот атака мобов уже начинается, поскольку на экране выходит такая запись. Все, сейчас будет здесь огромное количество мобов. Вот все же я нашла сундучок, и нашла я здесь вот такую вот топовую довольно-таки броню. Ну, хотя бы железная кираса, но на какое-то время она меня, конечно, спасет. Все, здесь ничего еще нету, не обновился еще пока этот ящичек. Ну, да ладно, придем немножко попозже. Что-то стало темно, но понятно и понятно, атака мобов-то началась. Да, сестра Стива Про что-то тут запуталась, я уже начала ходить кругами. Где выход? Шпионку-то я не вижу, я не вижу шпионку. Шпионка, ну где ты? Хотя вижу я ее ник, все-все, началась, началась атака. Нету выхода здесь никакого. Ну, ладно, помчалась я вперед, а вот все же где-то впереди там выход. Все, нашла я выход, есть блоки ТНТ, но они выполняют скорее интерьерную функцию, функционал. Они здесь никакой не носят. Вот еще один деревянный ящик, и сейчас побыстреньку попробую забрать монеты. Здесь есть, конечно же, топор, шапочка, ну и тому подобное. Достаточно интересно вот так вот ходить и собирать вот эти вот резы. Но нужно, конечно, подкрепиться, подкрепиться вовремя, поскольку можно, конечно же, погибнуть здесь на раз-два. А этого бы, ну, не хотелось, не хотелось бы потерять все свои резы, все свое нажитое добытое добро. Здесь ящичек тоже я, конечно, проверю. Конечно, монеты, но неплохо-неплохо. Такое яблочко, еду я забираю, и забираю, и все нужно делать достаточно быстро. Странно-странно, что здесь нет пока еще ни одного моба, но нужно этим пользоваться. Где-то там вдалеке шпионка. Может быть, она уже сражается. Нет, не сражается, пока мобов-то нету. И, наверное, все же выйду я сюда и посмотрю. Нужно нам быстренько с ней переработать эти монеты, поскольку если нас убьют эти мобы, но мы все потеряем, а так хотя бы деньги останутся. Здесь есть огромное количество банкоматов, благодаря которым вот эти монеты можно переводить в игровую валюту. Сейчас покажу, как это все происходит. Достаточно вот так вот встать на этот блок. Ну и все, обратите внимание, счет-то мой пополняется. Это все видно абсолютно на экране. Все, пополнила я счет, и теперь монеты-то у меня не пропадут. Все, помчалась я вперед, и нужно посражаться все же с мобами. Нужно увеличить свое, конечно, количество монет. А можно увеличить только благодаря сражениям с этими мобами. Вот такая вот неплохая ПВП-карта. Можно походить по домам, обследовать дома, которые находятся в этом городе. Ну а можно обследовать вот такой вот огромный-огромный склад. Да, впереди попался моб, с которым, конечно, я сражаюсь. И, может быть, вы видите, как из него выпадают монеты. Эти монеты, конечно же, я подбираю. Огромное количество мобов сейчас здесь заспамится. И нам со шпионкой, конечно же, придется, ох, как не сладко. Здесь ничего нет, еще не обновился этот ящик. Но в дальнейшем, конечно, обновится. Вот еще один моб, он на меня нападает. У шпионки волк, конечно же, уже умер. Ну а мой-то волк-то уже умер сравнительно давно, поскольку я его очень давно уже возле себя не наблюдаю. Будет мне немножко, конечно, без него тяжеловато. Вот еще один ящичек, и здесь, конечно же, монеты. Но и есть вот такой вот меч. Я видела, у шпионки-то до сих пор деревянный меч. И нужно, конечно, этот меч-то ей отдать. Но не мешает, мешает мне вот эти мобы. Но шпионка-то с ними топово сражается. Несмотря на то, что у нее деревянный меч. Все, Даш, бери, давай меч. И помчались с тобой сражаться. А, нет, не получилось у меня отдать тебе меч. Давай еще раз я тебе его передам. И помчимся с тобой сражаться с этим мобом. Все, держи меч. Все, у нас все получилось. Но помчались, давай вперед. Сейчас опять будет атака мобов. Очередная, да, вот вышла надпись на экране. Быстренько нужно, конечно, собрать все ресурсы с этого ящичка. Ну и помчаться вперед. Помчаться, помчаться, сражаться с мобами. Зарабатывать таким образом, конечно, денег. Вот так вот интересно бегать по этому зданию. И хочу сказать, что у этого здания есть второй этаж. А второй этаж тоже обследуйте сами. А то будет вам неинтересно. Если я вам сейчас покажу второй этаж, вам уже будет эта карта неинтересна. Однозначно сами подкачаете. Ну и полностью уже как бы обследуйте, обследуйте этот мир. Но достаточно вот так вот интересно и топово. Здесь поиграть, посражаться со своими друзьями. Особенно очень большой компании. Здесь ничего нету. Ну и шпионка-то что-то у меня тоже потерялась. А где она? Пока я ее не наблюдаю. Ну и хорошо, что пока атака мобов-то приостановлена. Но это на какое-то определенное время. Сейчас пройдет определенный промежуток времени. И вот как я уже и хотела. Моб это нападает. Нападает на меня. И нападает совершенно неожиданно. И паука с пауков тоже сыпется монеты. Вот достаточно вот так вот неплохо. Ничего здесь нет. А пока не обновился этот ящичек. Но все еще впереди. А вот начинает скелет-то меня уже отстреливать. Все, я с ним тоже расправилась. И расправилась довольно-таки неплохо. Тоже здесь ничего нету. Ничего не обновилось. Ну да ладно, приду я сюда чуть позднее. Может быть все обновится. И я побольше соберу, конечно же, денег. Где-то впереди я там вижу шпионку. Наверное, она где-то в городе. И она, наверное, обследует уже ближайшие дома, которые находятся на территории данного города. Однозначно здесь все дома показать я вам сегодня не смогу. Достаточно будет очень большое видео. И вас это, конечно же, утомит. Там уже подкачайте и посмотрите, как бы сами. Зайдем вот в очередной дом. Ну и здесь тоже вот такая вот деревянная бочка. Но ничего особенного здесь нету. Но, видимо, может быть, уже топово это все забрали. Либо я здесь была, либо забрала шпионка. Но вот еще один ящичек и еду. Еду, конечно же, можно собрать. Ух, печенюшки. Но неплохо-неплохо. И вот такое вот мясо. Да, атака мобов началась. И сейчас заспамится огромное количество мобов, с которыми, конечно же, придется сражаться. Очень странно, что я до сих пор еще даже ни разу, ну и не погибла. Обычно бывает страстил про, ну раз 150, так за видосом может погибнуть. А сегодня все как-то так складывается неплохо. Но поскольку, как я вам уже говорила, карта достаточно интересная. Однозначно подкачайте, но вот не пожалеете абсолютно нисколько. Вот такая вот интригующая карта. И хочется здесь играть бесконечно. Вот хотела просто вам показать обзор. А получилось так, что вот мы с шпионкой-то на этой карте-то уже выживаем. Вот достаточно неплохо. Ну и, конечно же, можно вернуться как бы в лобби данной карты. Об этом я вам покажу чуть позднее. Вот здесь есть такой довольно-таки неплохой, хоть и заброшенный парк. Но тоже здесь находятся такие деревянные ящики. Ну и пока здесь только еда, больше ничего не вижу. Но самые огромные такие как бы топовые ресурсы, мне кажется, в этом огромном здании, в этом складе оружие, поскольку там есть и мечи, и броня. Ну а в городе, в домах-то в основном еда. Вот еще один моб встречается у меня на пути. Ну и вот так вот топово я с ним сражаюсь. И, конечно же, зарабатываю деньги. Ох, как приятно вот таким образом заработать. Да, огромное количество денег. Вот зайду сейчас еще в один дом и посмотрю, что здесь интересно. А здесь только мобы, которые на меня нападают. И с ними можно вот так вот топово сражаться и уже ничего не боясь. Все, вот так вот я их всех победила. Ничего здесь больше интересного нет. И, конечно, из этого дома сейчас-то я уйду. Пойду я, конечно же, искать Дашу. Опять идет атака мобов. То есть с какой-то периодичностью здесь возникает атака мобов. Все, вот так вот я сражаюсь. Достаточно топово и интересно. Ну и все у меня достаточно получается. Да, да, я зарабатываю денег. Достаточно огромное количество я уже заработала. Так, туда я не пойду. Но пускай там оба-то сидят. Никак они меня не интересуют. А мне и здесь достаточно данных мобов. Вот впереди я вижу тоже зомби. Но много-много-много их в этом городе. Да, вот такой вот заброшенный город. Заброшенный, разрушенный город. Но тоже довольно-таки интересная, интересная карта. Именно тем, что здесь вот разрушены дома. Ну и вообще вот все представлено очень интересно. Сражаюсь я еще с одним мобом. Ну и опять выпадают монеты. Достаточно огромное количество монет выпадает с этих мобов. И конечно мне сейчас нужно эти монеты переработать в игровую валюту. Поскольку, но боюсь я конечно, что меня сейчас убьют. Опять же повторюсь. И останусь я без этих монет. Будет очень конечно обидно и жалко. Все, помчалась я вперед. Где-то по-моему здесь был этот банкомат. Обойду сейчас я это здание. И где-то он уже был. Наверное осталось мне чуть-чуть еще добежать. Вот впереди кнопка. С помощью этой кнопки мы потом вернемся в лобби данной карты. И там конечно же будет магазин. Ну и хочется, хочется купить опять волка. Поскольку именно с волком-то как-то оно выживать-то мне кажется намного веселее. Денег-то у меня больше чем предостаточно. Ну и кости-то у меня есть для приручения данного моба. Все, я подкрепилась. И сейчас я помчусь, помчусь вперед. Вот не вижу я шпионку. Вот я даже не знаю где она, где она сражается. Может быть она отправилась тоже в лобби. Но поскольку она тоже хотела приобрести конечно же вот этого моба волка. Очень уж он ей понравился. Но жалко конечно, что они тоже погибают. Погибают достаточно быстро. Вот так вот нажимаю я на кнопочку. И оказывается, оказывается я в лобби данной карты. И именно здесь находится магазин. В котором конечно же мы начинали свое видео. Все, поднимаемся на второй этаж. И сейчас снова приобретем этих мобов. Да, шпионка тоже сейчас приобретет этого волка. Ну и будем с ним сражаться. Сражаться будет уже намного веселее. Сейчас я его быстренько приручу. Ну и помчимся мы с ним дальше. И обратите внимание, там на первом этаже про эти кнопочки я вам рассказывала. Но рассказывала вскользь. То есть на любую из этих кнопочек можно нажимать. И можно оказаться абсолютно в любом месте данного города. Я почему-то нажимаю все время на последнюю. Поскольку я хочу оказаться возле большого вот этого здания. В котором очень огромное количество различных ресурсов. Ну давай, давай, пойдем уже со мной. Никак не хочет он уходить. И вот я смотрю, смотрю на него. А он-то смотрит на меня. Ну пойдем, пойдем. Мы уже с тобой. Нас уже там шпионка-то заждалась. Не хочет он никак идти за мной. Но пойдем, пойдем. Я же тебя уже приручила. Пойдем, давай, давай, давай. Пойдем скорее. Нам нужно сражаться. Нам нужно зарабатывать деньги. Ну что ты, дружок? Ну пойдем. Ну что же ты уселся-то? Ну никак не хочет он идти. Но вот такой вот лентяй мой волк. Ну да ладно. Все, помчалась. Я все же, может быть, он пойдет за мной. Постараюсь я проникнуть сюда в город. Да, все же он телепортировался рядом со мной. Ну и все, оказались мы опять в этой части города. Рядом с огромным зданием, где намного интереснее. Здесь спамится огромное количество мобов. Можно заработать огромное количество денег. Ну и вообще все. Вот так вот будет достаточно топово проходить именно в этом огромном здании. Да-да, началась атака мобов. Не знаю я, конечно, где шпионка. Может быть, она в каком-то из домов. А вот она, шпионка. Даша-то бегает. Ну и здесь, конечно, началась атака мобов. Вот так вот все происходит. Достаточно топово. Нужно сражаться. Смотреть. А нужно здесь, конечно, со всех сторон нападает. Они даже не дают шанс абсолютно никакого на выживание. Но вот именно этим карта-то и интересно. Что вот нет здесь ни минуты покоя. Опять я собираю денежки. Но неплохой-неплохой у меня такой улов. И нужно, конечно, пополнять свои запасы. Потратились-то мы немножко. Ух, сколько здесь мобов. Даша, давай помогай мне. Но никак я одна-то не справлюсь. Очень-очень тяжело с ними здесь вот так вот сражаться. Но, тем не менее, у нас все получилось. Все хорошо. Ну и хп-то у нас больше, чем предостаточно. Все вот так классно. А волк-то чей-то умер. Наверное, это все же был волк. Наверное, Даша. Поскольку мой бегает со мной рядом. Вот неплохо довольно-таки. А здесь у меня теперь есть тотем. Ну, а с тотемом-то можно и повыживать. Вот такие достаточно уже топовые ресурсы-то здесь пошли. Очень классно и круто. И можно теперь вот так вот спокойно с этими мобами сражаться. И ничего не боясь. Вот такой вот у нас сегодня со шпионка получился обзор данной карты. Да, в общем, не обзор. А, скорее всего, это уже выживание на данной карте. Ставьте лайки. Оставляйте свои топовые комментарии. Всем море позитив. Всем классного, мега крутого настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok